Привет, танкисты! Меня зовут Дмитрий Табаков, я креативный продюсер Armored Warfare, проект Армата. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о новой технике в обновлении 0.21. Мы внимательно читаем форум, слушаем отзывы игроков, включая супертестеров и простых участников форума. И, пожалуй, две самые частые темы. Это, во-первых, новая техника, когда же она будет, и, во-вторых, баланс классов, что чаще всего выражается в темы о доминировании основных боевых танков и о проблемах класса ББМ, в первую очередь на автопушках. И, таким образом, в обновлении 0.21 на новой технике мы в своем роде решили попробовать убить двух зайцев. Во-первых, как дать новую интересную технику, во-вторых, решить проблемы автопушечных машин и показать, что даже легкобронированная техника может быть реально опасной. Во многом, то, как эти машины отработают и что мы увидим по вашим отзывам, и будет использовано для ребаланса по иной технике в игре. Вы уже могли видеть в патчноутах изменения незаметности, которые сделали истребители танков более способными к снайперскому стелс-геймплею, изменения, касавшиеся автопушек и птуров, позволяющие им наносить больший урон, и в том числе тяжелобронированным целям. Теперь я расскажу о каждой машине по порядку. Первая машина, BVP M2 Shacal, представляет собой глубокую модернизацию BMP2. С геймплейной точки зрения мы хотели сделать эту машину в своем роде вводной. На ней игрок сможет посмотреть, какие же машины дальше исследуют в линейке, поскольку на ней есть сразу и высокомощная достаточно автопушка с повышенной скорострельностью, и противотанковые управляемые ракеты Spike с возможностью самонаведения. Об этой возможности я расскажу чуть подробнее. Изначально, когда мы вводили эту возможность, мы задумывались о том, насколько она будет сбалансирована, поскольку действительно не раз звучали темы о том, что они отменяют необходимость навыки игрока и слишком упрощают геймплей. Поэтому мы решили дать игроку интересный выбор. Если игрок выстреливает подобными птурами вручную, он может поражать танки в уязвимые зоны, что позволяет пробивать даже тяжелую бронетехнику, особенно с учетом высоких показателей пробития на этих ракетах. Если же игрок использует автоприцеливание, то ракета следует, по сути, в центр масс-цели с корректировкой на положение пусковой в момент пуска, что обозначает, что по бронированной цели она может либо попасть в ландшафт, либо попасть в непробиваемую для нее броню. Поэтому у игрока есть выбор. Там, где нужно поражать, скажем, быструю цель, либо быстро высунуться, выстрелить и уехать, реализуя принцип приставил-забыл, он может стрелять по автонаведению. Там, где нужно поразить цель прицельно, куда эффективнее будет наводить ракету самому. В этой машине игрок не должен ожидать увидеть чего-то особого, но она является достаточно мощной, и на ней он уже посмотрит эти механики. Следующая машина, Росомак, на седьмом уровне, представляет собой интересный для нас эксперимент. Это, по сути, первая высокоуровневая машина в новых реалиях баланса 2.0, на которой есть только автоматическая пушка. С ее помощью предполагается, что машина сможет наносить достаточно большой урон, чему поспособствуют все правки для снарядов, как бронебойных, так и фугасных. И эта машина должна способна поражать цели как издали, особенно легкобронированной, так и в маневрном бою, обходя их, поражая их выязвимые места, борт, корму. Естественно, мы посмотрим на то, как эта машина будет вести себя, в том числе и по отзывам играющих на ней, насколько она будет комфортна, и по статистике, начиная от процента побед, заканчивая тем, насколько она хорошо будет светить и насколько она будет эффективно уничтожать цели. Следующая ее версия, Росомак М1М, отличается значительно двумя вещами. Во-первых, на ней появляются снова ПТУРы, и это уже более мощная версия Spike ER Extended Range, которая обладает пробитием до 1000 мм. Эти ПТУРы достаточно мощные, чтобы пробивать множество танков в лоб при правильном прицеливании и достаточно надежны при самонаведении либо по легкобронированной технике, либо в борт или корму. Кроме того, на ее автоматической пушке представлены впервые новый тип снарядов. Это снаряды Пеле. Это бронебойные снаряды, обладающие выраженным осколочным полем, которые за счет кинетической энергии наносят значительный урон. В своем роде эти снаряды были разработаны как универсальные. Они позволяют как поражать легкобронированную технику, так и достаточно соединебронированную, поскольку обладают как осколочным эффектом, так и бронебойным. И на этой машине мы хотим посмотреть, насколько все эти новые механики будут опробованы. В чем-то она действительно является собой венец развития с таким подходом. На этом заканчивается основная часть линейки, и далее мы можем переходить через лицензии на 9 и 10 уровень. О них я расскажу в следующий раз.